6 июня 2022 года состоялся очередной судебный процесс в Ленинском районном суде города Екатеринбурга о нарушении условий содержания в спецприемнике ОМВД Российской Федерации по городу Екатеринбургу. Суд опять же в очередной раз, исходя из того, что в прошлом году за прошлогодний арест также 30-суточно присудил 45 тысяч компенсаций, и вновь суд признал имевшими место быть нарушения, и также присудил 45 тысяч компенсации за нарушение условий содержания в качестве компенсации морального вреда. Но, к сожалению, у меня на руках решения пока нет, и будет для нас жаловано ли не БОД, ну, скорее всего, БОД, ну, после того, как я с ним ознакомлюсь, потому что не могу говорить, какие там условия содержания суд признал нарушенным. Ну, условия содержания какие у нас в спецприемнике? Так, навскидку, нет горячей воды, камеры по площади не соответствуют на количество лиц, находящихся в камере, то есть не соблюдается норма в 4 квадратных метра на человека. Нет вытяжной вентиляции, в камерах сырость, зимой там холодно, потому что, опять же, из-за сырости, из-за того, что окна в плохом состоянии, батарея небольшая, скажем так, для такой площади, ну, в камерах очень холодно. В этот раз я акцентировал внимание на том, что на питании, что нормы питания, установленные постановлением правительства Российской Федерации в отношении арестованных лиц, не соблюдаются, кормят отвратительно, вот, продукты не выдаются по тем нормам. Качество пищи приготовления очень плохое. Я опубликовал свое исковое заявление административное, чтобы люди могли воспользоваться, и я считаю, что, ну, мне известно, что 4 иска уже в процессе рассмотрения находятся, ну, а так, по моим прикидкам, подано порядка 10 исков о нарушении условий содержания, хотя, опять же, административно арестованы, вот, по событиям 24 февраля, было 22 человека, вот, гражданских активистов, 22 человека находилось в этой приемке, подали сейчас, ну, примерно человек 10. Если считать руководство ОМВД людьми разумными, добросовестными, ну, конечно, будут либо постоянно выплачивать людям, потому что эти исков будут так умножаться, либо будут выплачивать, либо принимать какие-то меры. И я хочу вот сказать, что по событиям прошлогоднего моего ареста, санузлы, туалеты, да, были оборудованы во всех камерах дверками, чтобы соблюсти приватно. То есть какой-то маленький шажок в этом направлении был сделан, чтобы вот дальше мы будем жить, будем посмотреть. Субтитры создавал DimaTorzok